Подорожание продуктов, особенно перед новогодними праздниками, не новость для потребителей. Но после колебаний валютного курса цены начали расти гораздо быстрее, чем обычно. Причем не везде они отвечают действительности. Похоже, что некоторые розничные продавцы искусственно завышают стоимость продуктов. С августа по стране мясо и птица подорожали на 2,5%, рыба почти на 1,5%. Изменяется в сторону повышение правительственный прогноз по инфляции. Она ожидалась на уровне около 5%, но сейчас стоит рассчитывать уже на 8%. Мы попытались выяснить, как отразилось на кошельках простых горожан подорожание продуктов. Немного отражается, но у нас народ к всему привыкает. Очень отражается. Отражается ли на вашем кошельке подорожание продуктов в магазине? Да. По весу легче становится. Конечно. А у кого-нибудь на всех отражается. Еще как. Мы пенсионеры. Отражается очень. Так что же влияет на рост цен продуктов питания в России? Прежде всего, отмечают экономические эксперты, это предновогодняя лихорадка. Подорожание обычно составляет около 5%, но после праздников рост цен должен замедлиться. Все эксперты утверждают, что простым жителям стоит ожидать повышения стоимости продуктовой корзины. Однако единого мнения, на каком уровне это повышение будет, ни у кого из аналитиков нет.